Польша вслед за странами Балтии и Финляндии запретила пересекать свою границу машинам с российскими номерами. Автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу, торжественно объявил министр внутренних дел Мариуш Каминский. Старый свет практически закрылся для машин из России и страны Южной Европы. Таких ограничений пока не вводили и не поясняли свое понимание санкций. Здесь я имею в виду Болгарию и Грецию, куда все еще можно проехать через Грузию и Турцию. Норвегия, которая не член Европейского Союза, но входит в Шенгенскую зону, пока раздумывает. Первый автомобиль с российскими номерами вывела за рамки закона Германия и сразу начала практиковать арест машин россиян. Слово конфискация звучит то и дело и в Восточной Европе. Санкции должны быть выполнены и эти автомобили необходимо будет конфисковать. Мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос, почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами? Почему у кого-то они есть? Что ж, хочется поздравить европейских чиновников с этим грандиозным достижением. Нечего сказать, работа кипит, решения принимаются, режим наказан. Впрочем, минуточку. Каким образом этот новый запрет ударит по Путину, нам никто не разъясняет. Зато мы точно знаем, по кому он ударит. Формально мы наблюдаем попытку ограничить источники выгоды для Владимира Путина. Но речь идет не о перевозках промышленного масштаба, а совсем наоборот. В Европейском парламенте реагирую я. Пока больше никакой реакции я не видел. Я написал письмо, как, может быть, некоторые заметили. Мне кажется, что там еще может быть небольшая политическая подоплека. Да, некоторые представители и бюрократии, и политического класса, конечно, хотят какой-то такой очередной щелчок по носу или по лбу для российских граждан дополнительно. Но вот мы это увидели в некоторых аргументах даже властей из прибалтийских стран. Балтийских стран, извините, пожалуйста. Более того, как выясняется, документ о запрете импорта носит рекомендательный характер. То есть каждая страна Европейского Союза действует, исходя из собственных представлений о масштабах, а точнее формах российской угрозы. Традиционно восточная Европа считает необходимым жестить максимально, не вдаваясь в подробности. И да, конечно же, важно помнить об истории отношений той же Балтии с соседней империей. Историю оккупации важно понимать. Все, что связано с Россией, вызывает острую реакцию. Но понимать не значит принимать. Отвечать несправедливостью на несправедливость – так себе метод. И нет, я сейчас не отстаиваю право граждан России кататься на своих машинах по Европе. Вопрос гораздо шире. Я бы хотела попробовать отстоять здравый смысл и базовые права человека. Оговорюсь, после 24 февраля 2022 года рассуждать о правах человека стало неловко, если речь идет о человеке с красным паспортом. Ну, потому что он как бы не совсем то же, что остальные. Он как бы по умолчанию маленькая частичка Путина. В этом месте, в нашем либеральном пузыре, начинается дискуссия о вине и ответственности. И самая популярная точка зрения заключается в том, что, мол, мы не виноваты, мы боролись, делали все, что могли. Но ответственность – это, конечно, ну да, а как без нее? Ведь все-таки не скинули тирана, допустили нападение на соседа. У меня позиция простая, простите, повторю ее. Нет ни коллективной вины, ни коллективной ответственности. Есть только каждый человек в отдельности. Это в Северной Корее у пузинского дружочка людей заключают в одинаковые стройные ряды почитателей идеи Чучхе. А в Европе, свободной Европе, совсем иначе, разве нет? Вот представим, Петр Иванович направляется в Латвию. У Петра Ивановича есть возможность въехать, а значит он либо политический активист или журналист. Ну, в общем, кто-то преследуемый в России. Или же у него с Латвией долгосрочные проверенные отношения. Вот такого Петра Ивановича разворачивают на границе. Минимальный результат санкций, который мы примем, это конец войны. Единственный человек, который может положить конец войне – это Путин. Это наказание, дисциплинарная мера. И мы будем применять их до тех пор, пока не кончится война. Давление на диктатора должно наращиваться, чтобы он осознал опасность потери власти, когда санкции достигнут достаточно высокого уровня. Когда санкции достигнут достаточно высокого уровня. Вопрос не праздный. Поможет ли отъем или просто блокировка автомобиля Петра Ивановича давлению на Путина? Кажется, ровно наоборот. Мы оказались в поразительной ситуации, когда Мария Захарова и Мария Певчих, каждая, конечно, по-своему, критикуют Европу. Это, потому что это действительно ошеломило всех с точки зрения запредельности, что ли, да? То есть вот это глубины падения, или я даже не знаю, как еще объяснить? А что это? Вот как это объяснить? А это расизм. А не надо ничего придумать. Это он и есть. Мне кажется, что вот это уже, ну, то есть это уже не имеет никакого отношения к здравому смыслу. Там какой-то другой мотив. Я думаю, это какое-то, что-то связанное с каким-то там компенсаторным механизмом, что когда от бессилия по одному направлению, от провальной санкционной политики по отношению к государству, к личным активам Путина, к путинским элитам, ну, они машут оружием в ту сторону, в которую махать просто. Ну, конечно же, проще бороться вот с обычным человеком, как вы сказали, в подводке, который, возможно, бежит от войны или навещает родственников. В данном случае нет ни одного рационального объяснения практической пользы от ограничения россиян в правах. Подобные решения не заставят агрессора даже нахмуриться. Скорее, наоборот, порадуют его. Ведь Запад сам настраивает против себя его, Путина, электорат. Однако власти условной Польши не могут отказать себе в удовольствии пнуть соседа, просто потому что тот из России. Какие мы слышим аргументы? Вот, к примеру, голова эстонского МИДа. Они не должны наслаждаться привилегиями, которые дает свобода, пока Украина не одержит победу. Наш Петр Иванович, он, возможно, и на пикеты выходил, и в автозаке сидел, и, допустим, украинским беженцам помогал. Поскольку совесть и биография Петра Ивановича чисты, он, по всей видимости, по итогам тщательных проверок получил право находиться на территории Эстонии. Но не смог в глазах эстонского министра заслужить привилегии свободы. У нас действительно есть машины с российскими номерами. Они, как правило, принадлежат тем людям, которые получили убежище в Эстонии, как россиянам, так и украинцам. Но, на мой взгляд, это предложение не кажется разумным, потому что, во-первых, мы наказываем тех людей, которые и так пострадали из-за войны. Во-вторых, часть из автоплодельцев сейчас срочно отправили свои автомобили в Россию для того, чтобы там продать. То есть, таким образом, Эстония поддерживает российский вторичный автомобильный рынок. Мне очень жаль, я извиняюсь, как бы, с стороны Эстонии, что так произошло. То есть, я надеюсь, что мы сделаем выводы и лучшее сумеем предотвратить. И вообще, говорит депутат Коробейник, вся эта возня с автомобилями во многом мотивирована карьерными задачами отдельных политиков. Цитата. Во время войны кто-то пытается использовать тяжелое положение людей, чтобы получить политические очки. Конец цитаты. Помню, лет в 14 в России я узнала, что принадлежу группе под названием лица кавказской национальности. Ничего не поделаешь, фамилии не вышло, а также носом и натуральным цветом волос. Сейчас ряд государств, входящих в Европейский Союз на бумаге, проповедующих торжество человеческого достоинства, занимаются тем же, что и ксенофобы моей юности. И происходит это от бессилия. Все желаем скорейшего мира, но в то же время мы должны признать, что если президент Зеленский и украинцы прекратят боевые действия, их страны больше не будет. Полномасштабная война в Украине. Идет полтора года. Каждый день гибнут люди. Запад в ответ на преступления Владимира Путина и его армии задействовал свой главный механизм. Вел санкции, невиданные, как это сформулировал президент Байден. И что же? Война продолжается. Путин в обществе Ким Чен Ына осматривает ракеты на космодроме Восточный. Си Цзиньпин посещает Москву и ест блинчики с перепелкой. Большая двадцатка принимает беззубую резолюцию, где не упоминается Россия. Да, мы наблюдаем беспрецедентное, без всякой иронии, единство Запада в отношении Украины. Но и оно кажется не твердое. Если покопаться, то обнаружишь трещины. В Россию через третьи страны чудесным образом поступает всякого рода запрещенка. От Кока-Колы до комплектующих для вооружений. Экспорт нефти и газа продолжает приносить казне миллиарды. У Путина есть деньги. Это не то, что хотели бы видеть в Брюсселе, Париже, Вашингтоне. Дотянуться до Путина им не позволяют. И появление у России альтернативных партнеров, и собственная нерешительность, внутренние противоречия, жадность отдельных участников Европейского объединения. Выходит, дотянуться можно только до слабых. Я говорила с высокопоставленным источником в Брюсселе, и он откровенно признал, во время войны не ждите справедливости. Да, есть страны ЕС, которые вываливают все свои обиды и страхи на рандомных граждан России. Есть те, кто ведет себя иначе, но одергивать первых никто не хочет, потому что не до русских сейчас. Россиян, в том числе и либералов, бежавших из страны после 24 февраля, не считают приоритетом. Обратите внимание, когда в последний раз европейские официальные лица высказывались против Путина, но за россиян. Собственно, глава европейской дипломатии Боррель говорит о том, что Кремль принимает решение, и Путин несет ответственность, но не россияне. Март 22-го года. Этот нарратив давно отправлен в мусорную корзину, потому что от уехавших ожидали большего. А они, политики, активисты, журналисты, не смогли устроить поход миллионов несогласных с вилами на Кремль. Неважно, какие настроения в стране, важно, что Путин ее контролирует. А значит, надеяться на перемены через народный бунт не приходится. Европа разочарована. Идет война, а потому, если кто-то не хочет церемониться с представителями страны-агрессора, любыми, то и ладно, так тому и быть. На мой субъективный взгляд, такой подход вредный, в том числе и для самой Европы, ее ценности, ее будущего. Но мы здесь собрались не западу нотации читать, а говорить о здравом смысле и правах человека. На самом деле, все просто. Проблема в неопределенности. Давайте, уважаемые европейские чиновники, вы определитесь. Почему бы не провозгласить? Мы, конечно, за все хорошее, но есть нюанс. Ну а если без нюансов, и вы по-настоящему отстаиваете свободу, если старый свет остается местом, где цвет волос, длина носа и паспорт не определяют личность, то скажите об этом. Скажите. Перестаньте прикрываться рекомендациями, которые всех путают. А примите решение. Пусть это вызовет шквал недовольных тредов в соцсети Икс. Неизбежно, например, от президента Эстонии, бывшего Томаса Хендрика Ильвиса, который пусть и экс-глава государства, но активен невероятно. Или ровно потому и активен, что не слишком занят. В его ленте исправно появляются посты о русских. Без стеснения. Ежедневная доза ненависти в адрес балтийских стран от хороших русских. Вы не понимаете, что Россия и русские сделали с Грузией, Украиной, Польшей, Латвией, Литвой и Эстонией? Перефразируя Бисмарка, поковыряй российского либерала и найдешь Путина. Эстония, Латвия и Литва существуют не для того, чтобы бороться с Путиным. Эти государства существуют для того, чтобы защищать свой народ. В частности, держать подальше тех, кто угрожает нашему народу. Что еще важнее, это следование правилам ЕС. Последний твит. Ответ Михаилу Ходорковскому, который написал критический отзыв на запрет пресловутых машин. По мнению Ходорковского, подобные решения лишь помогают Путину. Но, как видите, бывший эстонский лидер считает, что таким образом страна, Эстония, защищает свой народ. В онлайн-схватку он, Хенрик Ильвес, вступил и с Марией Певчих, не применув пройтись по ее образу мысли. Все это распространение и разжигание ненависти в чистом виде. При этом Каю Каллас, своего собственного премьер-министра, одной из самых активных представителей ЕС в смысле санкций против граждан России, Ильвес критиковать не спешит. А тем временем муж Каллас, как выяснила местная пресса, обладал долей в логистической компании, продолжавшей делать бизнес в России, несмотря на войну. Каллас, конечно же, была не в курсе, что там за бизнес у ее собственного мужа. И теперь называет критику в свой адрес охотой на ведьм. Нехорошо как-то получилось. Это охота на ведьм, устроенная оппозицией. Это предлог для того, чтобы попусту тратить время в парламенте и мешать нашей прогрессивной повестке. Хотелось бы также разобраться с логикой принятия решений Европейского Союза в вопросе персональных санкций. Вместе с запретом на автомобили стало известно о выводе из-под ограничений четверых граждан России. Григорий Березкин, например, еще в 2021 году входил в список Форбс. Его группа ЕСН владеет медиахолдингом РБК. А также принимало участие в переходе, внимание, издательского дома «Комсомольская правда» фактически под контроль друга Путина Ковальчука. А «Комсомольская правда» общепризнанная помойка номер один. Санкции против Березкина, введенные Евросоюзом 8 апреля 2022 года, были аргументированы тем, что бизнесмен – приспешник Путина. Это цитата из официального документа «Приспешник». Издание агентства обращает внимание, что в уважаемых мировых СМИ вскоре после включения бизнесмена в черный список появились обеляющие Березкина статьи. Внимание цензоров теперь обращено на РБК, одну из последних оставшихся независимых медиагрупп в России, которая, среди прочего, издает деловую ежедневную газету и владеет телеканалом. Однако, поскольку Роскомнадзор постоянно отслеживает каждую публикацию о войне в Украине, РБК вот-вот закроют. Текст опубликован в июле 2022 года, РБК не закрыли. И пока санкции не работают или работают криво, Польша, та самая страна, что героически борется с личным транспортом Петра Ивановича, другой рукой запрещает Украине транспортировку зерна по своей польской территории. Варшава, а также Будапешт и Братислава не пропускают украинскую сельхозпродукцию, потому что их собственные фермеры теряют доход и протестуют. И когда речь заходит об их, европейских лидерах карьеров и переизбрании, то приоритеты расставляются без всяких раздумий. Такой подход называют избирательной солидарностью. Накануне Киев подал иск во Всемирную торговую организацию с жалобой на это решение трех восточноевропейских государств. Или вот еще одно государство с двусмысленной позицией – Австрия. В издании «Политика» вышла большая статья о том, как Вена пытается усидеть даже не на двух, на всех доступных стульях. С одной стороны, Австрия активно демонстрирует приверженность западным идеалам, но одновременно под ковром продолжает зарабатывать на сотрудничестве с Россией. Это не что иное, как лицемерие. Достаточно напомнить, что 55% природного газа, потребляемого Австрией, импортируется из России. Такая зависимость от государства-агрессора, очевидный разрыв между словами и делами, традиционно объясняется нейтральной позицией Вены. Но нейтралитет все очевиднее трансформируется в безответственность. И гуманитарная помощь Украине, присоединение к санкциям ЕС, публичная критика в адрес Путина не помогает. Потому что возмущаться по поводу нарушения международного права и одновременно заключать контракты с этим самым нарушителем стыдно. Надо ли напоминать, что на деньги, поступающие в бюджет Российской Федерации, Кремль продолжает убивать украинцев. Тех самых, кому Австрия оказывает гуманитарную помощь. Кажется, Вена скатывается к орбанизму, пишет политику. Недаром в марте, во время выступления Владимира Зеленского в австрийском парламенте, целая группа крайне правых депутатов демонстративно водрузила на свои столы таблички со словами «нейтралитет» и «мир». Затем в сопровождении социал-демократов они покинули зал заседаний. Не хотели расстраивать Россию. Вот об этом не мешало бы подумать руководству Европейского Союза. Когда европейцы высказывают опасения относительно российских граждан, то ими часто движет страх. Мол, мы не знаем, кто эти люди. Они могут быть против Путина, а могут быть агентами ФСБ под прикрытием. А еще, если они эффективны в своей антипутинской деятельности, то Кремль может прислать за ними киллеров, что тоже не входит в наши интересы. Это я цитирую аналитическую статью Европейского Совета по иностранным делам. Я понимаю, это морока. Но Европа все еще остается Европой, тем местом, где угнетаемый может рассчитывать на поддержку. Где несправедливо преследуемый может найти убежище, безопасность и свободу. Таких мест в мире остается все меньше. И, пожалуй, сейчас, после начала полномасштабной подлой войны, в момент тяжелейшего глобального кризиса, старый свет должен сделать выбор и определиться, остаются ли справедливость, свобода, права каждого человека высшей ценностью. Продолжение следует...